Постирать, погладить, убрать, убрать и снова убрать, приготовить обед и прочие домашние дела. Не видно ни конца, ни края всем этим хлопотом. На хрупкие плечи мамы ложится множество обязанностей. Как все успеть? Как не сойти с ума? Ведь мама не может уйти в отпуск или на все махнуть рукой. Хорошо, если ребенок совсем маленький. Положил его рядом, обезопасил и все. Все, занимайся делами, пока ему не надоест рассматривать помещение и окружающие его предметы. Но когда ваш малыш начал ползать или чего уже ходить, возникает самый главный вопрос. Как увлечь свое чадо, пока мама занята? В комнате сидит, с игрушками играется, пирамидки складывает, машинки. Любимое занятие. Доска вам. Папа нам сделал ее. Гречку с рисом насыпаю в две тарелочки и растилаю простень какой-то. Он сидит, играется. Сначала начинает кушать это все, а потом начинает раскладывать по разным тарелочкам. Гречку отдельно, рис отдельно. Хорошо, если занятие, которым вы озадачили ребенка, увлечет его надолго. А если оно ему надоест уже на второй минуте. И ваш помощник бежит с уверенностью, что без него вам никак не обойтись. Что тогда? Когда я начинаю готовить, если в этом участвует картошка, то я его прошу, чтобы он мне подавал картошку. Пока я очищу одну, он мне дает нечищенную. А очищенную забирает и складывает в мисочку отдельно. Когда малыш капризничает с самого утра, не отпускает вас от себя и все ему не мило. Постарайтесь уделять ему больше времени. Возьмите на ручки, обнимите, попробуйте успокоить. Можно побеседовать с ребенком, поговорить. Вот, допустим, маме нужно выполнить задание. Давай, вот ты будешь мне помогать. Ты будешь, допустим, своим присутствием, да, вот заниматься чем-то, да. А мама сможет выполнить какое-то определенное дело, которое принесет пользу нам всем вместе. Видит, что я складываю, начинает, конечно, все это обратно разбрасывать, потому что мама неправильно складывает. Ну, чтобы не срываться на нем и не кричать на него, потому что это плохо влияет на него, обижается, плачет сразу. Я пытаюсь его научить, чтобы он тоже складывал. Конечно, складывает он по-своему, и очень красиво он складывает. Ну, потом втягивается и помогает мне. Старайтесь искать подход к своему малышу, прислушивайтесь к нему, к его желаниям, поощряйте его, привлекайте ко всему, что делаете сами, желательно в игровой форме. Продолжение следует...